7 мая на территории города Татарска волонтеры совместно с администрацией Татарского района провели акцию «Георгиевская ленточка». Из-за пандемии немного изменился ее формат. В этот раз ленты раздавались в шести точках нашего города, куда были предоставлены георгиевские ленточки. Это районная администрация, а также магазины и аптеки. Волонтеры и представители администрации приняли участие в акциях «Сад памяти» и «Сирень победы». Принять участие в высадке деревьев с конца апреля мог каждый житель региона. В 85 субъектах Российской Федерации за время акции планируется высадить 27 миллионов саженцев в черте городов и за их пределами в городских и сельских поселениях. Каждое дерево – символ памяти и благодарности мирных поколений. Акция продлится до 22 июня. Такой же доброй традицией стала перед Днем Победы высаживать сирень в аллеях, парках и садах. Ведь сирень – это символ весны, светлого праздника. Это память о тех, кто защитил нашу страну в Великой войне. Это символ победы. Акция «Свеча памяти» в 2020 году превратилась в акцию «Свеча в окне». 8 мая в 22.00 жители Татарска приняли участие в мероприятии, не выходя из дома. Все желающие выставили в окна зажженные свечи. Одновременно с зажжением свечей на всех теле, радио и интернет-каналах была объявлена минута молчания. 9 мая глава Татарского района Юрий Маркленович Вязов почтил память всех погибших возложением венков и цветов к вечному огню на мемориальном комплексе города Татарска. Участниками церемонии возложения венков и цветов также стали председатель Совета депутатов Татарского района Александр Иванович Шмаков, глава города Татарска Алексей Васильевич Севолапенко, председатель Совета депутатов города Татарска Сергей Семенович Серов, военный комиссар Виталий Александрович Томилов и председатель Совета ветеранов Иван Борисович Шишкин. Все участники церемонии возложили цветы к бюстам героев на Аллее славы города Татарска и к мемориальной доске в честь 112-й дивизии на перроне города Татарска. После представителей делегации дома поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Вот имена тех немногих бойцов, что все еще в строю. Василий Степанович Филатов. Поздравляем вас! Ждем победы! Вот вам маленький цветок. Сергей Михайлович Терехов. За победу мы полную осушили и еще осушим дальше. Большое вам спасибо, что нас не забываете. Михаил Петрович Иванов. Спасибо вам за победу! Здравствуйте! Здарова, спасибо, что пришли. Григорий Филиппович Ермолаев. Здравствуйте! Здравствуйте! Праздником вас! Днем победы! Спасибо! Здоровья вам! Самое главное здоровье! Михаил Ефимович Иванов. Здоровья вам! Здоровья! Всего доброго! Спасибо! Всего доброго! Сайма Павловна Иванова. Помимо поздравлений и теплых слов, ветеранам были вручены цветы, поздравительные открытки, подарки и продуктовые наборы. Праздничная программа всем жителям района в этом году была представлена в онлайн формате. Концерт под названием «И будет месяц май» был записан в студии Дома культуры Родина. В рамках концерта всех зрителей поздравили первые лица города и района, а артисты не только исполнили любимые песни о войне и победе, но и рассказали о своих родственниках-героях. Концерт можно посмотреть на всех наших ресурсах. Там же вы найдете дайджест программу «Вспоминаем день победы 2019».